МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио-компании Гомель, у студии працуя Светлана Князева, глядите в этом выпуске. Увага и клопот кожному. Акция «Наши дети» протягивает дарыць радость и святочный настрой по всей краине. Рамонту не подлягая. У Рогачевы плануют побудовать новый мост про Днепр. Самая пригожая и обаяльная. У Гомеля прошел кастинг на конкурс «Мисс Беларуси-2020». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Вернуться додому. Это головная новогодняя мара детей, которые волей лесу опынулись у Гомельским городским социально-педагогическим центры. Сегодня в рамках доброчинной акции «Наши дети» до их с подарунками и веншаваниями завитали помощник президента, инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко и наместник старшиня Балаканкама Владимир Привалов. Наши корреспонденты с подробязностями. До начала новогоднего ранечника личные хвилины. Большаясь детей собрались в актовой зале. Для них клоунесса «Зефирка» организовала гульни. И у каждой – корыстный сенс. Например, напомин о правилах дорожного руху. Потом для выхованцев выступили юные артисты из Центра детячей творчести. За тем дети гучно кличут Деда Мороза. И он спешается порадовать малых ваджением веселого карагоду и солодкими подарунками. До речи, и гости пришли не с пустыми руками. Юрий Шулейко презентует Центру сертификат на 5000 для умоцования материально-техничной базы. У Владимир Привалов прикладно на такую же сумму. Гроши плануется выдатковать на спортивное обсталевание. Они в первую очередь, наверное, были счастливы, чтобы были они здоровы, чтобы они имели те игрушки, которые они хотели, или те мысли, как стать отличником, как потом стать взрослыми, хорошей мамой, папой, чтобы они у них просто сбылись. После ранечника гутерым с детьми. Их жадание не только отримать нечто материальное, марать вернуться у своей семьи. До родных, сябров, одноклассников. А что ты загадала на Новый год? Желание есть у тебя? Да, чтобы меня забрали, а второе желание – колонку. Музыкальную колонку? Да. Я загадала то, чтобы мой брат побыстрее начал меня понимать, так как обычно он вредный, поэтому у нас есть разногласия с ним. И вернуться домой, наверное? Да. Гомельский городский социально-педагогичный центр различен на 30 детей. Зараз тут живут хлопчики и девчинки в возрасте от 3 до 15 годов. Максимальный термин находжения во установе – полгода. Центр открыт 9 годов тому. Координа и деятельность установа эдукации по выявлению и улику детей, которые находятся в социально небеспечном становище, их реабилитации и оказании психологичной допомоги. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Даредший ход реализации новогодней доброченной акции «Наши дети» обмерковывали сегодня на аппаратной на радио старшиня балаканкама Енадия Соловья. По информации Головного управления эдукации, зараз она проходит во всех 1685 установах Галины. А проезжатого проводятся экскурсии у резиденции Деда Мороза. Только у национальном парку Припятске побывали больше 5 тысяч детей. До акции долучились и супрацовники нашей телерадиокомпании. Продавцы, механизаторы, водители, будовники и слесары-рамонтники. Хойницкий державный профессийный лицей установа шмат профильная. Тут их то есть профессионалы, которые особливо запотребованы в регионах. Со стопроцентной гарантой працуладкования. Процентов 20 где-то поступают на более высокие ступени. Это учреждения среднеспециального, учреждения высших образований. Ну и, конечно, ребята, молодые ребята призываются в вооруженные силы. Но, опять-таки, после службы в армии они к нам возвращаются, мы предоставляем им первое рабочее место. Методы прачины акции «Наши дети» зарабить новогоднее свято для всех неполнолетних. От дошкольников до выхованцев-притулков. Особливая увага детям-сиротам и детям, которые находятся в социально небезпечном стане. В Гомерской области это больше 4300 человек. Что тышица Хойницкого лицея, тут зараз шесть новученцев, які засталися без батьков. Сертификаты, які привезли работники телерадиокомпании «Гомель», станут для них недрянной материальной потребкой. А для журналистов ТРК это уже традиция, дабы помогать тем, хто маю гэтым потребу. Для коллектива телерадиокомпании «Гомель» акция – это не просто возможность поучаствовать в благотворительности, это возможность реально помочь детям, которые нуждаются. Которые нуждаются в том, чтобы их хорошо поздравить, искать красивые слова, пожелать в новом году успеха, настойчивости, уверенности, а также хороших оценок и хорошей успеваемости. Новогодняя акция «Наши дети» у Беларуси протянется до 10-го студеня на Гомельшине, и она корыстается великой популярностью. Сярод ты, хто вырышил створить для детей новогоднее свято – депутаты разных узровнев, работники правоохранных органов, промысловых предприемств. Ход акции находится на особистом контроле керавников районных, Гомельского городского и областного выканавчих комитетов. У нас в области эта акция имеет несколько составляющих. Это мероприятие с участием председателя Гомельской области полкома Геннадия Михайловича Соловья. Прошел бал, первый губернаторский бал. Завтра состоится чествование одаренной талантливой молодежи. 27-го состоится, как всегда, в цирке традиционно большой благотворительный новогодний праздник. В январе состоится первый кадетский бал. За всех районах области организованы праздничные мероприятия с участием руководителей исполнительной власти. Кончатковые выники доброчинной акции «Наши дети» будут подведены в наступном месяце, после АЕЗ-завершения. Але, напевно, уже зараз можно казать, что головные задачи будут досягнуты. Конечно, доброчинность не обмежовывается одним днем. На бучанке третьего курса Хойницкого державного профессийного лицея Юлия Зорина худко отримает профессию продавца-кассира-контролера. И она сирота, але верить, что в житии обовязково пошанцуя. Дзявчина упевнена, что счастливым можно быть у любых обставинах. Пока я планирую пройти практику, отучиться сначала. Там у меня в августе уже будет отработка. Ну, собираюсь поступать дальше в Барановичи на технолога. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня на базе Мазырского районного выконавчика комитета отбылось подведение выника у службовой деятельности территориальной обороны Гомельской области за 2018-2019 годы. Поставили задачи на ближайшую перспективу. Наши мазырские коллеги володают с подробностями. Узброенные силы Беларуси сдольные выращать задачи по обороне державы от агрессивных посягальниц комплексно и профессийно. Одночасово у системы захования военной беспеки важная роль отведена территориальной обороне. Пытания ее организации сегодня разгледили удельники выникового мероприемства. По выниках работы за 2019 год миновиты Мазырский район признаны лепшим. Очень ответственно Мазырский район подошел к выполнению данных критериев, а именно оборудование запасного пункта управления считается лучшим в Гомельской области. Это и вопросы сборов военнослужащих на сборы по территориальной обороне. По всем аспектам я хочу сказать, что по ведению служебной документации и по другим направлениям деятельности, то есть базы хранения вещевого имущества. Здесь все сделано, как раньше мы говорили, на пятерку. Поэтому мы там к победителю приехали, чтобы воочию председателей райисполкомов, которые будут участвовать в данном мероприятии, посмотрели, как это надо и как должно быть. А здесь есть, что показать. У мероприемстве удел принял старшиня Гомельского Аблвы Конкама, керавник зоны территориальной обороны в области Енаць Соловей. Безопасность наших сдастов делится большим вниманием. И мы, как сегодня основные руководители подразделений, геруши должны обратить и на территориальную оборону. Ролю территориальной обороны у забеспечения обороноздольности державы можно охарактеризовать формулой не за мест, а разом. Вызначать приоритеты в работе дейничать комплексно. Наравне с подведением вынеков на мероприемстве так само вызначены задачи, меты и на прамки дейности на будущий год. Лидия Поттер, Вячеслав Прописнов, телеканал Мазыр, специально для телерадо компании Гомель. 25 годов со дня створения отзначил областный совет ветеранов органов пограничной службы. Урочистости с этой нагоды распочались из-за складания кветок до мемориалу воинам-пограничникам. Ветеранам службы уручили памятные медали и грамоты. Протягнулося мероприемство святочным концертом. Ветеранская организация была створена в Снежне 1994 года на базе ветеранской организации Комитета Державной Беспеки. Зараз это особная структура. Ветераны областного совета активно удельничают в военно-патриотичном выховании молоди. Многие офицеры сегодня працуют выкладчиками в кадетском училище. Утягу в составе организации больше за 100 человек. Пять их ветераны Великой Отчинной войны. 27 удельники боевых деяний у Афганистана. В этом году у нас было на начало года 78 человек. А сейчас 122. Чувствуется прибавление. Будем работать дальше. Мы все сделаем совместно с Паранейшной группой. Потому что это наше детище. Это наши сыновья, внуки служат уже. Поэтому мы их учим, насколько это возможно. Вы знаете, у пограничников есть такой хороший девиз. Пограничники своих не бросают. Это не просто слова, это действия современного поколения пограничников. Ведь мы не можем и не имеем права забывать о том, что они сделали не только для современной молодежи. Мы должны всегда помнить о их вкладе вообще в развитии Республики Беларусь, в развитии в целом мира на нашей земле. Новый мост Прас-Днепр побудует у Рогачеве, старый закрыть, он аварийный. Реконструкцию начнут, как только побудует часовую переправу. 300-метровый путепровод з'явится побудет, с будущим мостом Копрух не испынялся. Подробностей в наступном материале. Самый складанный этап пройденный над водой уже возвышается девять шматонных опор. Речище не меняли, все конструкции усталевывали с баржа, на яке загоняли технику. Важно было поспеть до холода. Полностью мост из металла получается, и опоры из металла, и металлическое предостроение из металла. Он полностью способом надвижки соберется, способом надвижки разберется. Засталось измонтовать пролеты около 300 метров до ужиню. Технология отпрацованная, конструкции избирают на березе, а потом узводят над ракой. Працуют устиснутые термины, сдача объекта до весны наступного года. Русловой пролет будут устраивать военные, 54 метра 60 тонн будет грузоподъемность его. Это будет тем не менее переправа часовая и изъявление в районе мера больше вымушенная. Девчонос в Ругачеве, ему до речи 60 годов, находится в аварийном стане. Его худко закрыть. На одном из пролетов нашли критичный прогин. Машины, правда, покой пропускают, иначе на инши берег не трапить. А это участок республиканской трассы. Приняли решение подпереть опору. Сделан проект производства работ. Силами ДУ выполнена временная опора, как мы видим. Что дало возможность снять ограничения в движении и наладить проезд по двум полосам движения. Единственное ограничение это нагрузка сейчас 20 тонн. Рамонту не подлягая, в ближайшие месяцы этот мост демонтует, а на его месте появятся новые. Будовництво почнется сразу после того, как открыть рух начасовые переправы. И она до речи излучает больше за 200 вёсок. Проект Капитального моста проходит полторную экспертизу. Его треба заработать не только сручным. Абсолютно уникальное сооружение. Наконец-то в Беларуси появится вантовая арка с французскими вантами, с очень красивым архитектурным видом. Велгипродор по сути новые технологии вводит на данном объекте. Она будет украшением и для Гомельской области и для всей Беларуси. Проблема в Беларусской переправе. Следом аварийным признали объездный мост под Гомелем. Его будут демонтировать, а Бобач побудовали новый. По Рохачевским великим мосту первые машины проедут прикладно в 2021-м. Часовую переправу тогда можно будет разобрать и выкористовывать на других великых реках. Ганна Корольчук, телерадио компания Гомель. Гомельские нейрохирурги надруковали фрагмент позвоночника на 3D-принтеры и провели уникальную операцию. Это первый опыт в Беларуси. Выбудок складанной компьютерной томографии и МРТ оказался недостаткова. Перед операцией травму шейного отдела нужно было максимально визуализовать. Иншими словами, поднимать в руках пошкодженный орган. Реализовать задуманные помогли в Институте механики металополимерных систем. Макет проблемных позвонков в формате 3D позволил урочам различить объем костки, которую за тем выдалили. Когда доктор просматривает изображение в формате 2D, КТ, МРТ, он делает план операции в голове. А это макет 3D позвоночника, точная копия патологии пациента, который на операционном столе, который оперирует. Она один к одному. Здесь ошибок не должно быть. Новая технология значительно скоротила час операции, которая прошла поспехово. Пациент, которого привезли парализованным, снова пошел ходить и уже на днях вернется до нормального життя. Выкористовывать пластмассовые 3D-макеты нейрохирургии теперь будут во всех тяжких выпадках. Аромат духа, туфли на высоких абсасах и хвалюющая атмосфера. В центре моды и пригожосте «Хрустальная нимфа» прошел кастинг на конкурс «Мисс Беларусь Виктория Бабарына Гомельчанка учится в педагогическом колледже Мявыгоцкого. Высокая яркая брунетка за сетинскими корнями в конкурсе при Гажосте вырешила поуденчить у першиню Парайла Сябровка. Мне предложила моя подруга. Я очень сомневалась в своих возможностях, но в итоге я собралась с духом и решила попробовать себя, оценить свой уровень. И я планирую возможно дальше пройти участвовать. Она третья курсница Белорусского Державного Университета Физичной Культуры. Живе в Жлобине. Девчина рассказывает, как год тому назирала за аналогичным шоу «Зглядатской залы». Прогляд конкурса при Гажосте для своих студентов организовала кераминство ВНУ. И литерально загорелась идея поуденчить самой. Наверное дамовилась с Сябровкой, что обовязково примет дел у Кастангу на наступный конкурс при Гажосте. И от своего слова не отмовилась. Ганна Поспяхова прошла отбор у своем райцентре и трапила на наступный тур у Гомель. Сейчас я расслабилась, до этого я очень не отмечала, потому что до этого мне не было опыта и у меня нет навыков дефиле. Но и это было заметно, немножко это меня смущает. Родом с Петрикова Анастасия Серек. Зараз девчина працует в Житковицкой музычной школе. Вучить детей играть на цимбалах. Девчина одна из самых высоких 181 сантиметр. У одрознений от Викторы и Ганны мая вопыт удела в конкурсах про Гожосте. Все лето стала финалисткой конкурсу Мисс Гомельская в область и отримала титул Мисс Глядацких симпатий. Опыта я набралась очень много, особенно дефилировать. Уже я спокойнее себя чувствую, чем обычно. Я была на большой сцене. Самооценка поднялась, самоуверенность и все остальное. А вот страшно было первого раза участвовать? Были комплексы, которые вам было сложно преодолеть? С детства много. Много комплексов было. Но я их некоторые преодолела, некоторые немножечко остались, но я над этим работаю. Перед демонстрационной залой своего выхода шокают прохожуньи. Хвалюются, подбадерывают одна-одну. Тые, кто уже, я кажусь, отстрелялся, выдыхают и делятся уражениями. Остальные литерально ловят кожное слово, как не повторить помылок и быть на поготове. Я не была ни разу на кастинге, поэтому есть волнение, потому что неизвестно, что будет. А вы с каким настроением? С позитивным. Есть, конечно, немножко капелька волнения, но я думаю, мы это переборим, переборим. Переборим эту капельку волнения. А вы? Безусловно, присутствует, но волнение очень приятное. Готовились к кастингам? Честно говоря, нет. Экспромт? Да. Да. Хваливание целком обґрунтованное. Журой оценивает не только внешнюю привабность, рост и другие физические параметры. Акцент так само на интеллект и внутренний свет претенденток. Треба обрать такую девушину, которая будет гармонично излучать духовность, розум и пригожость. Знание языков обязательно приветствуется, обязательно образование, активная жизненная позиция, то есть желание быть полезной этому миру, обществу. Усяго на отборочный этап пришли около 200 девушин. Для отдела областным тур, который отбудется 25-го студента в Громадско-культурном центре, журой обрала 115 претенденток. Финал конкурса Мисс Беларусь 2020 запланованный на май. Принаджала Василия Сепцова телерадиокомпания Гомель. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Происшествия на дорогах области продолжают оставаться в топе криминальных новостей региона. Дорожные сводки ушедшей недели были наполнены фактами наездов на пешеходов и целым рядом неординарных автомобильных аварий. В минувшую пятницу в Гомеле на улице Интернациональной и в Мозоре на площади Ленина под колесами автомобилей оказались школьницы, пересекавшие проезжую часть по пешеходному переходу. Произошло два наезда на несовершеннолетних пешеходов в городе Мозоре. Девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и в городе Гомеле по предварительной информации девочка перебегала проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора из-за чего обе девочки получили телесные повреждения и были госпитализированы. В воскресенье днем на перекрестке проспекта Реческого и улицы Жукова столкнулись Ауди и Тойота Кэмри. В результате один из автомобилей перевернулся. Счастье обошлось без пострадавших. Машины получили механические повреждения. В этот же день в центре Гомеля на улице Советской произошло еще одно серьезное ДТП с участием двух легковушек и троллейбуса, на который упала осветительная опора. При подъезде к пересечению с улицей Кожера 19-летний водитель автомобиля Опель увидел, что впереди на его полосе с включенным сигналом поворота стоит БМВ, а по соседней движется троллейбус. Попытавшись его опередить, водитель Опеля перестроился в правую полосу движения, но зацепил при этом автомобили БМВ. Произошло касательное столкновение. От удара Опеля отбросило вправо, где его нагнал троллейбус, а потом за пределы проезжей части, где он совершил наезд на осветительную опору и оказался зажат между ней и троллейбусом. Несмотря на значительные механические повреждения, водители транспортных средств не пострадали. Однако, без травм в ДТП все же не обошлось. За медицинской помощью обратился пассажир троллейбуса. 28-летний мужчина получил перелом костей носа и множественные ушибы, однако, после оказания помощи в больнице был отпущен домой. Движение транспорта вскоре было восстановлено. Сегодня проводились работы по демонтажу и установке новой опоры, а также осмотру транспортных средств. По линии МЧС также не обошлось без серьезных происшествий. Минувшие выходные на пожарах в Гомельской области погибло три человека. В воскресенье в деревне Кунтаровка Ветковского района огонь уничтожил кровлю и повредил стены жилого дома. В результате пожара при проведении разборки строительных конструкции обнаружено тело хозяйки 45-го года рождения, а также в соседней комнате обнаружено тело мужчины 62-го года рождения. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия неосторожное обращение с огнем при курении в постели. Похожая картина наблюдалась в этот день и в деревне Октябрева Кармянского района. До прибытия спасателей соседом из жилого дома был вынесен на улицу в бессознательном состоянии хозяин домовладения. С диагнозом отравления продуктами горения он был госпитализирован в учреждении здравоохранения, где впоследствии скончался. Во избежание подобных трагедий МЧС напоминает, что неосторожность при курении одна из основных причин пожаров и гибели на них людей. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Прошли очередные поединки экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. Гомель встречался в гостях с Динамо молодечно. В первом периоде ни одна из команд не порадовала своих болельщиков шайбами. Во втором преимущество было на стороне гостей. Открыл счет на табло Юрий Кокшаров, затем Михаил Прус удвоил результат. В завершающей 20 минутке Михаил Ковалев и Насар Субхи порадовали трибуны двумя шайбами. Нестеров и Печер измолодечно сократили разрыв, оформив два гола. Однако шайба Тополя и Дубль Кокшарова завершили матч 2-6 в пользу гомельчан. А вот второй представитель области не порадовал болельщиков победой. Металлург играл на выезде с Шахтером. Поединок завершился разгромным поражением Волков 6-1. Единственную шайбу забросил Рак. Следующие поединки пройдут 24 декабря на домашних аренах. Металлург встретится с Неманом, а Гомель с Шахтером. Прошли первые матчи 1-2 финала Кубка Беларуси по мини-футболу. На этом этапе прошло гомельское дерби ВРЗ и БЧ. Открыл счет в матче Евгений Чернейко из ВРЗ на пятой минуте. На 17-й железнодорожники ответили и Павел Книга сравнял счет. На 31-й минуте Владислав Селюк забил автогол, который стал решающим в поединке. Матч закончился минимальным поражением железнодорожников 1-2. На паркете Брестского спорткомплекса Виктория состоялся финал Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд. Гомельская энергия в матче за третье место встретилась с хозяевами паркета командой Западный Бук. Первая половина игры осталась за Брестом 2-0. Рулевой энергетиков Дмитрий Лихорад изменил схему игры и гомельчане смогли сравнять счет. В финальном сете они дожали соперника 3-2. По итогу второй для энергии Кубок Беларуси серебро у минского строителя а золото у солигорского шахтера. Завершилась республиканская универсиада по боксу. В командном зачете ГГУ имени Франциска Скорины обогнал столичный университет физической культуры и возглавил тройку лидеров. Замкнул трио Витебский государственный университет. В личном первенстве в своих весах победили Александр Халаев, Виталий Антипенко и Дмитрий Бальков. Никита Краснобаев завоевал серебро. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.